в общем мы благополучно долетели до москвы перелет составил примерно 5 часов мы прилетели в терминал b сейчас нам нужно добраться до д терминала и там вы можете проходить регистрацию на норсултан ну вот в общем был ком в москву у нас до следующего рейса примерно 10 часов сейчас будем болтаться просто в аэропорту и терминал d такой красивенький говорят терминал c девочка которая нас сейчас багаж принимала говорит что он еще красивее в общем на регистрации у нас попросили справки пациенты девушка очень удивилась что мы так рано заранее мы из красноярска прилетели что заранее регистрируемся нам надо нажать чтобы на верхних на 2 на чем мы будем сейчас болтаться взяли каталку потому что тяжело таскать свои вещи вот тут тоже всякие различные выставки кафе муму куда мы часто довольно ходим когда у нас перелеты из шереметьево д даже не всегда когда езды чем она закрыта вот тут еще есть там где экспресс ходит очень такая столовая недорогая по аэропортовским ценам меркам вот может быть оттуда дойдем потому что у нас очень много времени в общем слоняемся болтаемся пойдемте наверно посмотрим на елочки на украшение зала терминала d вот такие вот здесь облака со звездным дождем вот такая вот елочка в терминале d первый раз такую тему в аэропорту вижу капсульный отель здравствуйте а сколько стоит такой отель 400 рублей в час в общем за 400 рублей в час можно поспать отдохнуть если длинные перелеты удобно прям самом терминале там где регистрация прям вот все рядышком удобненько раньше такого не было я обещала рассказать вам о цели нашего путешествия к сожалению она очень трагическая накануне нового года мама очень сильно заболела сестра и вот 30 числа к сожалению она умерла и она жила в городе петропавловске казахстана и мы сначала планировали она была в реанимации мы планировали ехать ухаживать за ней на 12 число уже взяли билеты также через нур-султан был прямой рейс из красноярска до нур-султана вот так вот узнала что по средам летают самолеты прямые рейсы стоит кстати недорого вот но в итоге получилось что мы уже вынуждены были резко менять планы а из-за того что были ковидные ограничения мы не могли вылететь быстро и мы 30 30 получается вечером срочно поехали в аэропорт сдавать пациент с пациент с нам вышелся по 2 500 делали его сутки и следующий вылет который мы могли себе уже позволить так сказать выбрать был только вот на первое число на 9 50 утра тогда была гарантия что будут готовы и справки о пациентстве и наш путь будет таким то есть мы уже прилетели в москву дальше мы сейчас вечером сегодня летим в нур-султан там там к сожалению мы не успеваем на рейс петропавловск который вылетает буквально вот сразу же после нашего прилета потому что нужно проходить таможню общем туда сел и в этот день единственный поезд до петропавловска он тоже на время прилета то есть никак не получается к счастью у нас есть где остановиться в общем сутки мы проведем в нур-султане а утром уже поедем на поезд так что история у нас к сожалению похоронная мы это не путешествие которое удовольствие да мы едем организовывать и в общем организовать прощание и так далее с наташей маминой сестры такая вот история в общем вот я все-таки взяла камеру думаю раз мы будем в нур-султане я стараюсь не отягощать вас какими-то грустными и тяжелыми моментами но я думаю мы с вами все-таки сможем что-то увидеть нур-султане возможно в петропавловске не знаю но камеру я взяла в общем посмотрим что что я смогу вам показать из этого путешествия в общем вот такие вот нерадушные у нас были новости новый год соответственно с ним был праздничным и мы первый раз жизни мы не отмечали его как как всегда либо в кругу в семье либо в путешествии мы с димой вообще встретили первый раз жизни кстати я встречала новый год в своей квартире вообще первый раз жизни за все время сколько она у меня вот вместе вот такие вот дела я убежала от мамы чтобы сделать вам такое информационное сообщение пойду вернусь мы сейчас скорее всего пойдем пообедаем и наверное уже пойдем проходить таможню и ждать рейса уже в зоне duty free в общем мы решили прогуляться вот тут такая елочка беленькая терминал е и f сейчас вот в этой дорожке идем а вот там вот выход экспрессом и как раз там было то столовая которую мы хотим тоже посетить что-то там вообще все грустно темно и никакой никакого нового года зато вот стенды про крас космонавтов вообще мрак все все закрыто мы подумали тоже международный терминал поэтому тут все соответственно не работает нет смысла здесь открытым терминал держать дойдем до памятника и развернемся будем обратно ну вот пушкин памятник пушкина здесь абсолютно мертвый терминал разворачиваемся пойдем тогда сейчас до столовки дойдем там на тоже закрытая не знаю взяли немножко чтиво в общем идем сейчас в сторону экспресса там есть кэфси там должна быть столовая в общем идем посмотреть что поесть хотя тоже нет не работает лишь темно ну кто-то из работников может не время и не знаю нам на лифт в общем ездить кафешечке есть что покушать в этой кафешке в которой сейчас пытаемся доехать когда в турцию ездили там кушали посмотрим работает или нет уже здесь она была от лифтов когда поворачиваешь про ланч она уже название даже сменила она название другое нет работает смотри вроде они нифига не работает все закрыто да вот она вот такой вот кафе было тут вообще были нормальные такие цены но сейчас наверно тогда сейчас посмотрим что здесь или в кэфси чего-нибудь перекусим да или посмотрим пройдемся вот так у дома на обратно пойдем на обратно на лифт но оформление все равно уже другое экспресс пришел на кафешке все равно все закрыты а старбакс работает он прямо рядом с где продают билеты на экспресс кассами и и не маркет работает но все у нас два варианта кефси и сбоку еще там что то есть еще одно вот пельмешка к сожалению тоже не работает тут в принципе неплохие неплохие пельмешки здесь тоже все все закрыто приятного аппетита мы с успехом прошли таможню у нас теперь 7 часов болтаться в duty free и ждать нашего рейса вот уже за окном прям видно темнеет залы пустые народу практически вообще нет так что будем сейчас просто сидеть ждать я наверно поработаю немножко вот надо наверно где-то где розетка сесть мам вот ничего не спросили никуар только при регистрации на рейс просили куары никуары эти пиццер тесты вот ну все через примерно 10 часов мы будем мусультом в аэропорту стоят кулеры можно сейчас чайку себе заварим у нас есть термос курс тенге в аэропорту 5 рублей если покупаешь на 1000 рублей тебе дают 5000 тенге тенге вот ну естественно наверное там подешевле будет чем мы решили деньги пока не менять уставшие уже в принципе сказывается у меня многодневный недосып вот ну есть вот эти вот мотания с тяжелыми вещами с раздеваниями переодеваниями в общем сейчас будем тут 7 часов колбаситься тут вообще вообще мало людей здесь тоже есть капсульный отель мы что-то с мамой думаем наверно сейчас возьмем поспать потому что ждать долго очень тяжело все таки хочется как-то передохнуть вот 1200 рублей за три часа следующий час по моему 350 рублей от расценки можно взять плен в одноразовую простынь капсула двухместная usb розетка дезинфекции в общем вот стоимость такой маленький космический корабль двоих есть телевизор даже сейф есть и наверняка там стоит такая надпись приоритип вас наверняка там для приоритетных вот этих приоритип вас бесплатно но я уже не являюсь членом этого клуба поэтому придется платить если нужно еще капсульный отель а то есть это по одному человеку и простите это одному человеку второму два места по 700 рублей на час все спасибо сейчас пойду скажу маме второй вариант мне показался больше удобный потому что большее пространство для человека и там есть душ у них 700 рублей в час с человека примерно так же только ты не ютишься но единственное не знаю не посмотрел розетки там есть или нет в общем мы сидим сидим время идет идет на этом я первую серию заканчиваю я думаю что во второй мы с вами пойдем и поспим в спа-отеле увидимся в продолжении пока пока а а